Сегодня выпуск проекта ОГО на перемене выходит совместно со студенческим патриотическим клубом «Я горжусь». Меня зовут Наталья Дегтярева, я координатор клуба. И сегодня у нас в гостях заместитель командира 4-й десантно-штурмовой роты по военно-политической работе лейтенант Савицкий Георгий Владимирович. Георгий Владимирович – участник специальной военной операции «Наш земляк». Здравствуйте, Георгий Владимирович. Здравствуйте, Анатолий Александрович. И первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о своем детстве. Откуда вы родом? Кем были ваши родители? Ну, обычное советское счастливое детство, когда пропадали целыми днями на улице. Родители – мать-врач, невропатолог, заведующий отделением. Отец – инженер-автодорожник, возглавлял дорожно-ремонтно-строительное управление на Москва-Минской трассе. Сам я родом из Смоленской области, город Ярцево, Смоленской области. Но так волей судеб занесло в Оренбург. И с 90-го года, с небольшим перерывчиком, с 90-го года, по сути дела, уже здесь коренной оренбуржец. Вы из Смоленской области. Ваш земляк – это Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт. Наверное, как и он, вы мечтали в детстве быть космонавтом. Или нет? Какое у вас было хобби? Ну, космонавтом – нет. Не мечтал, не было такого. Ну, я все время рисовал и очень сильно увлекался столярными работами и инхрустацией шпона, картиной дела. Это вот все школьный период и после школы. То есть там делал картины и Ван Гога «Подсолнухи», и «Над вечном покое» Левитана, ну и много других работ. А как вы оказались в Оренбурге, в нашем крае? Ну, это тоже благодаря Советскому Союзу. Был избран, когда учился в 11-м классе, делегатом съезда в ЛКСМ от Смоленской области. Это был последний всесоюзный съезд, где еще присутствовали даже комсомольские организации прибалтийских республик. Ну и там вот на съезде познакомились с Олегом Северидовым, тогда доцентом в пединституте. У него была идея создавать молодежный политологический центр в Оренбурге. Ну вот он нескольких ребят подбирал, пригласил и меня. Вот мы приехали троем, один из Кемерово, один из Еревана, и я из Смоленск. Скажите, пожалуйста, сегодня вы доцент кафедры общественных наук и молодежной политики Медицинского университета. Уважаемый человек, работаете со студентами, читаете лекции. И, наверное, тем было необъяснимо то, что вы ушли на СВО. Многие коллеги это даже не поняли, не приняли. Вот скажите, пожалуйста, что вас сподвигло это сделать? Совершить вот этот поступок по-другому я не назову. Ну вообще я считаю, что настоящий мужчина должен быть сейчас там. Поэтому я не случайно и не вдруг к этой мысли пришел. С самого начала СВО я внимательно наблюдал за всей... Ну мы историки всегда следим за такими событиями. И долго взвешивался за и против. Но вот одна фраза студентов меня, наверное, окончательно склонила к такому решению. Когда мы проводили встречи, беседы об этом конфликте со студентами. И мне однажды студенты сказали, говорят, вы так все красиво рассказываете, а почему вы здесь, почему вы не там? И тогда я точно понял, что надо быть там. Тем более, знаете, я вырос, не знал, кто такие дедушки. У меня два дедушки родных погибли. Один в 42-м, другой в 44-м годах. И мы должны доделать то, что они не доделали. Мы должны этот нацизм уничтожить. Поэтому я окончательно принял для себя решение. И волею судеб попал в воздушно-десантные войска. Насколько я знаю, вы не служили в армии, да, так пришлось? И не заканчивали военную кафедру при ВУЗе? Так точно. Тогда вопрос, какую-то подготовку вы проходили перед отправкой на СВО? Ну, естественно, по прибытию в зону СВО мы дислоцируемся в Луганской Народной Республике. Конечно же, мы все там проходим подготовку. Я подходил к подготовку по штурмовику. Штурмовиком готовили нас. Но это целыми днями на полигонах различные виды упражнений, различные задания. Это и штурм опорника, зачистка опорника, зачистка помещений. Это был лес в полосе, бой при наступлении, бой при отступлении. Большой объем тактической медицины, инженерное дело, миновзрывное дело. Все нам этому учили, объясняли. Тяжело было? Тяжело. Физически это было, конечно же, тяжело. Я думаю, морально. Я думаю, что все время в бронежилете, шлем, автомат. Это сверху на тебе еще килограмм 30. Еще жара была, потому что я с сентября там нахожусь. Еще застали жару 30-ти градусную. А на день выдается только одна фляжка воды 700 миллилитров. Поэтому, конечно, было тяжело. У нас есть один такой очень серьезный полигон. Но вскрывать не буду. Я даже терял сознание. Как вы считаете, что нашим ребятам сегодня не хватает на фронте? Ну, скажем так, обеспеченность, конечно же, всем необходимым, что в этих условиях требуется, есть. Да и мы же там неприхотливы. Мы привыкли жить, как говорится, дружной мужской командой. И всегда всюду друг другу помогаем. Взаимовыручка. Один за всех, все за одного. Это не пустые слова, это реальность. Хотя, конечно, любой весточки из дома, любой посылки из дома мы всегда рады. И здесь я должен вам сказать огромнейшее спасибо. И вот вашему движению я горжусь. Потому что вот эти наклейки, я горжусь, они уже всем известны. Оренбургский государственный университет. И вы, Наталья, в частности, помогаете, присылаете вот эти небольшие посылочки. Печенье, консервы, оно всегда приятно. Вспоминается дом. Поэтому за это большое спасибо всем ребятам, всем студентам, всем преподавателям Оренбургского государственного университета и других университетов, которые участвуют в волонтерском движении, поддерживают нас, наших бойцов, помогают. Вот за это спасибо. Спасибо большое, мне очень приятно. И тогда вот такой вопрос. По сути дела, ваша сегодняшняя работа, это военные действия, война. Но все-таки есть же минуты расслабления. Вот чем вы занимаетесь, когда есть свободная минутка? Может быть, удается читать книги или слушать музыку? Ну, честно говоря, свободного времени фактически нет. В 6 утра построение. И дай бог, если в 12 ночи ляжешь спать. Очень часто нам приходится работать по ночам. Поэтому бывают дни, когда мне за компьютером приходится по 18 часов сидеть. На мне очень большой объем штабной работы. Фактически вся документация батальона на мне. Плюс бывают задачи, которые ставит и командование полка. Поэтому все свободное время, если оно и есть, это спать хочется. Поэтому спать. Хотя, конечно же, да, прочитал. Там попалась книга Драйзера «Финансист». Так как я преподавал экономику, мне это было интересно почитать. Ну и вот наши друзья, которые тоже нам помогают с гонитарной помощью из моего родного города Ярцево, Смоленской области. Вот к нам приезжал, передавал стройматериалы Николай Трошин. Он написал интереснейшую книгу про сибирских казаков. Начиная с Гражданской войны, Великой Отечественной войны. Ну, с интересом. С интересом. Прямо прочитал, потому что там такое описание сибирской природы. Шикарно. То есть рекомендуете почитать его? Да. Не секрет, что мы в 90-е, 2000-е годы упустили нашу молодежь. И сегодня мы пожинаем плоды. Вот как вы считаете, что нужно изменить в подготовке, в воспитательной подготовке современного поколения? На что нужно обратить внимание? Я считаю, что прежде всего надо с ребятами искренним быть. Вот иногда, к сожалению, у нас работа превращается в какой-то фарс. Многие видят и чувствуют неискренность. Надо вот предлагать интересные проекты и давать как можно больше самим студентам делать, вовлекать. Понятно? Под руководством. Но и это должна быть обширная система, которая должна охватывать и детский сад, и школу, и университет. То есть это комплексная система подхода должна быть. Но главное, чтобы это было всегда искренне, без фальш. Но тем не менее, да, мы видим, что сегодня подрастающее поколение, молодежь, многие ребята уходят на СВО, иногда даже не говоря своим родителям. То есть они принимают для себя решение пойти туда. Что бы вы пожелали этим ребятам, вот этим молодым ребятам, которые уходят на СВО? А там у нас одно пожелание всегда. Удачи. Удачи. Заключительный вопрос. Может быть, он покажется вам слишком личный. Что для вас самое дорогое в жизни? Самое дорогое – это, конечно, мои дети, моя семья, мои друзья, которые всегда понимают, поддерживают, всегда рядом. Вот за это спасибо судьбе. Спасибо, что есть семья, что есть такие же верные друзья. Спасибо вам. Спасибо большое. Я вас благодарю за это интервью. Это был проект ОГУ на перемене совместно с студенческим патриотическим клубом. Я горжусь. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!